Ну зашел там по должности пятеро, сидят все генералы. Это губернатор, представьте, мэр города, прокурор края, юстиции, там генерал-лейтенанты. И они говорят, мы только сейчас о вас рассуждали. Они меня знают, судили, когда за слово Божие я сидел. Более счастливого человека мы, говорит, не знаем. Я говорю, я, может, себя таким и не считаю. Нет, это видно. А по чем вы определили? По каким критериям? Вы делаете то, что вам нравится. Я говорю, да, правильно. То есть я проповедую, начальник детского лагеря, строим православную деревню, работаю с заключенными, преподаю в университете. Я с Богом, самым счастливым. Не буду спорить. Недавно в интернете нашел, выступает Струщков Александр, профессор Шолоховед, и говорит, я нашел человека в интернете, самый счастливый на весь интернет. А я говорю, а кто такой? Он меня оказывает. Из Барнавола, проповедник православный Лапкин Игнатий Тихонович. Я с ним стал говорить, а вы почему считаете, что я такой счастливый? А потому, что вы делаете. Я говорю, вспомнил слова Чернышевска Николая Гавриловича. Чем большему числу людей ты приносишь счастье, тем счастливее ты. Вот представьте, без помощи государства, я образую детский лагерь, 48 лет фактически его начальник. Тысячи детей подняли. От государства ни рубля нету, ни рубля. А ты каким образом поднимали? Вот, понятно, они отдыхают. Они учатся всему. У меня особый распорядок. Приезжают профессора психологии. Где вы брали, где брали? Я говорю, вот это взял у Японии, канзё. Национальный культ. Никогда не стонать. Терпеливо переносить страдания и быть счастливым. Вот это я взял в английских общежитиях. А как? Если два раза нарушил, легли спать шепотом даже, лишается права общежития. Я их выставляю детей, оденусь, он должен два часа стоять. Разделя на четыре дня, по полчаса. Ребенок стоит с палочкой, как охранник. Раз он нарушил покой, другим не разрешал. А таких келетов у меня десять, где дети находятся. А которые стоят, а их там бывает человек пять-шесть. Я их потом собираю, потихоньку маню, палочки положите. Мы идём в степь, я им рассказываю про луну, про звёзды. Рассказываю, как перепёлка кричит, как пшеница шумит. Я знаю, они завтра расскажут другим. Так они готовы нарушить, чтобы побыть её. На 12 лет дольше будете жить. Курящий – это самоубийца. Это все самоубийцы. Ну, вы можете не курить? Мы побеседуем. Вы ждёте для того, чтобы умереть, отец. Не надо это, умереть. Надо радоваться тому. Ну, вы не можете не курить. Тебе что надо? Мы сюда пришли для того, в это место разврата, чтобы сказать, воля Божия в том, чтобы люди познали Бога, Иисуса Христа, который умер за грехи людей, и перестали грешить. Простите, пожалуйста, какая воля Божия? Ещё раз, пожалуйста. Я дал Слово Божие, показал Библию. Так. И в ней это всё написано. И мы в это верим, что Иисус умер за наши грехи. Чтобы мы... Так почему вы пришли в этот мир разврата? Он же не говорил такого, прийти и сказать. Так. Такого не говори, Ю. Подождите, что такое? Вы сказали, что нужно прийти... Что вы пришли в этот мир разврата, чтобы показать, как Иисус говорил, что типа не надо вот это всё. Да, чтобы люди не делали то, что делает в этой щад рулетки. Это место Содома. Да, почему вы зашли? Иисус не говорил, чтобы надо зайти сюда. Я знаю, тут половина людей голые валяются. Процента 85 мусульмане. Самый разврат творятся люди. И поэтому мы пришли сюда, православные проповедники, чтобы оповестить, что делающие такие дела достойны казни в озере Огненном после смерти с сатаной. Подождите, нет. Вы про себя скажите, пожалуйста, почему вы зашли в этот мир? Я православный проповедник. Я понимаю, но почему вы зашли-то сюда? Почему? Пришли сюда? Да. Ну, я же вам ответил, что нужду во враче имеют больные, а не здоровые. Это место разврата. И мы пришли сюда сказать, что нельзя этого делать. Он нам ответил. Я уже третий раз вам одно и то же объясняю. Что тут непонятно-то? Люди безобразничают. Девчонки тут сидят, с тетьками трясут. Мужики анонизмом занимаются. Собокупляются хуже всякой скотины. Это боджики. Да. Серьезно? Вот я ни разу не видела, что... Ну, как это серьезно? Вы что, не знаете, где находите? Это чат-рулетка. Это самое развратное место в интернете. Так почему вы тут зашли, я вообще не понимаю. Зачем кого-то исправляете? Пускай не декоративно. Вы давно в чат-рулетке? Какой чат-рулетке? А, уже какой? Ну ладно. Не знаю, вот какой. А вот сейчас можете ответить, зачем пьете? Я пью чай. Ну, я знаю чай. Ну, можно не пить, пока с человеком разговариваете. Зачем пьете? Только не ругаться. Я пью, потому что я пью чай в процессе чат-рулетки. Да, заметьте, нигде не пьют, еще повторяю, только здесь. И все время курят, пьют или едят. Только в чат-рулетке. Почему? Слушайте, мне кажется, у вас просто крыша поехала, нет? Я не просто так говорю, а я знаю причину какую, почему люди все время пьют здесь. Так, подождите, я пью чай. Я это понял, что не водка, чай. Вы плохо слушаете. Не пить совсем. Допустим, я преподаю студентам. Два часа я не позволю стакан воды ставить на кафедру. Это неудобно, это некрасиво. Это жестко. Два часа без воды. Вы что, и рехнулись? Ну, в общем, так. Ну, хоть знаете биологии вообще. Сколько раз вообще переписывалась сама Библия? Переписывалась? Какая Библия? На каком языке? На каком языке? Ну, даже на русском языке. На русском языке? Она уже почти не переписывалась, уже печаталась. Она переведена в синодальный перевод в 1876 году. Пользовались оригиналами еврейскими, греческими, какие были в то время арабские, латинские. И смотрели каждое слово, как толковали святые отцы. Это самый лучший перевод за мировую историю. Все, понял. Вот теперь такой вопрос следующий. Вот я был в Армении, да, как бы у них там, как бы, и заходя в церковь, как бы, я перекрестился, все, и мне вручили свечку, получается, икону, и крестик бесплатно. Как бы я их не приобретал там за какую-то сумму. А вот здесь, в России, как бы, вот даже у себя в городе, я заходил в церковь, и мне приходилось платить за это. Почему это вот так? Зачем такие поборы? А вы хоть один магазин в городе видели, где бы даром давали? Ну, зачем? Как бы, это, ну, получается, одна и та же стихия. То, что, ну, что здесь церковь, и что там церковь, это все, как бы, разное. Вот там, в церкви, как бы, тебе дают все это бесплатно, потому что ты пришел в священное место, и тебе дают это бесплатно. А это уже, ну, как бы, от тебя зависит, дашь ты деньги, не дашь деньги. Понимаете, это за таинство, говорится, когда крестят, а когда продают что-то, они за это сами платили, они не выпускают. Это было куплено, и почему вы за их счет будете? Одежду за одежду платили в магазине? Я платил. Вопросов нету. Скажите, не, нельзя торговать, и тогда они не будут ничего давать. Они наторговали. Вот тогда следующий вопрос. Я вот был в Москве, да, и, как сказать, вот, все попы, вот даже патриарх Кирилл, почему они передвигаются на дорогостоящих автомобилях, носят роликсы, которые стоят там по 10-12 миллионов рублей, и говорят то, что это не они покупали, это им все подарили, а по факту это их собственность. Так, теперь, они живут один раз, и вы один раз, и я один раз живу на свете. И вот у меня один только ржавый велосипед. Я не завидую, когда рядом живут люди, у них какие-то машины. Что за разговор такой? У него есть средства, он и покупает, он никого не обидел. Мне, я их вижу, я там был в храме Христа Спасителя, я видел всю обстановку. Но мы зарегистрировали отдельную нашу церковь православную, в частном доме, у нас даже купола нет никакого. И у нас не продается ничего, ни свечи, ничего не продается. Мы покупаем воск, сообща, на пасеке. Выливают свечи, батюшка ставит. У нас ни за крещение, ни за что не берутся деньги. Это наше общество, Барнауле. Вот мне Господь позволил написать 38 томов книг. У меня такая биография, я студентом-то в пяти университетах, отвечал на вопросы. Три радиопрограммы регулярно вел, все помещено в книгах. Я позвонил тогда, книги это не брошюрки. Каждая книга 752 страницы. И Господь положил мне на сердце созвониться с библиотеками. Книги имеют возрождающие действия в пророческом духе. И мне Господь позволил из Барнаула доехать до Владивостока. Я за рулем не сидел. Приобрели машину «Газель». И в каждой библиотеке везде дарил 38 томов. Все они 38 томов. Это 31 килограмм и на полке метр сорок. Стоит 750 евро. Потом мы доехали до границы туда, Украина. Доехали до Лиссабона. Прибалтика, Скандинавия, Север и Турция. Посетили 650 городов. И мы подарили на 35 миллионов рублей. Этого в мировой истории никто не делал. Во-первых, книг ни у кого нет столько. А потом такое путешествие, где мы ночевали. Каждый день на восток у нас выходило 1030 километров. Каждый день. И каждый день мы должны еще посетить не менее 5 городов. Это было очень-очень непросто. Где мы ночевали в лесополосах. Это вообще, это Бог сделал. Я никому не завидую, никто этого не сделает. Они за брошюрку берут деньги, повторяю. 650 городов. Мои книги подарили библиотеке Ленина. В Москве историческое, парламентское. Библиотеки Путина видели, показали. Почему? Это Бог мне сделал. А им, видимо, Господь не коснулся. Требовать нельзя, это добровольно. Вот какое дело. У меня ничего вообще нет. Телефон вот какой. Это мне купленный. Подарили. Ну вот смотрите, вот даже сейчас взять, да, вот смотрите, вы сделали такое благое дело, да, как вы развезли все это, да. И вот, допустим, о вас даже знать даже никто не знает. Ну, как бы, пускай там в кругу каком-то вас знают. А так, что вы занимаетесь такой деятельностью и, как бы, не знаю, ну, не знать человека, допустим. Знают. Повторяю, знают. А нас сняли фильмы, которые заняли первое место на международном конкурсе. Они в Америке, в Австралии, везде эти фильмы идут. Причувствия. И о моей биографии первое место в России фильм. Золотого с из Потеряевки. Знают. Вот у меня YouTube, вот сейчас можете зайти, во свете Библии. У меня 17 300 роликов и 43 миллиона просмотров. Знают очень далеко. Конечно, не все. Дело в том, что я никому не угождаю. Я смотрю, что Библия говорит, каноны, и мы должны выполнять. Вот я начальник детского лагеря, сам основал его. Православный лагерь. 45 лет и три в ином формате. 48 лет. Ни рубля, ни я никто не получает. Тысячи детей подняли. Вот деревня разрушена. 21 тысяча сел. Мы получили землю, статус, храм построили, школу государственную. Там интернет все есть. За свой счет. За свой счет дороги делаем. Пять прудов оживили, рыбу запустили. Это живое все. Вот я 18 лет только в одном университете преподавал. И бесплатно. 18 лет сотрудничал с тюрьмой. Потому что меня сажали, пять тюрем прошел. У меня опыт огромнейший. Мне 81 год. И мне ни рубля нигде не платят. Я не возьму. Я даром делаю. Это Бог делает. Это не мое. Мне это не сделать. Вот сейчас у меня к выходу еще 38 томов. Еще 7 томов в интернетной версии. Но уже не издать. Четыре тома стихов. Каждый том 800 страниц. Каждое стихотворение 36 строчек. 9 куплетов. С эпиграфом из Библии. И в каждой 180 страниц цветных фотографий. Но издать невозможно. Ничего подождем. А пока работаем. Видите как. Вы вот запомните два слова. Игнатий Лапкин. Вы по скайпу меня найдете. Игнатий Лапкин. Я вам скажу как были в Армении. Как мы там в Ереване были книги подарили. Доехали потом выехали. Ну представьте сколько проехать. А дела бывают такие. Которые ведут вверх и которые вниз. И те кто верит в Бога. Считает Слово Божие. И покоряется Христу. Дела идут вверх. То есть святые и чистые. Такие наши дела. И когда ты будешь 7 раз в день молиться. По 100 поклонов. У тебя дела будут небесные. А не земные. В рулетке которые. В рулетке тут пакости творят. Это люди пойдут в гениевну огненную. Если не покаются. Иисус умер за наши грехи. Вы из какого города? Не из какого. А в каком. Правильно говори. Ну хорошо. В каком городе живете? Город Барнаула. Тайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Понятно. Как ваше здоровье? За всю жизнь еще не сел ни одной таблетки. Как это так? Так. У вас голова уползла вниз. Поднимите голову повыше. Вот так. Вы же не... Как вы не выпили ни одной таблетки? А так, что Господь дает здоровье. Летом ходим босиком. Мы строим православную деревню. Нас в семье у отца было 10 детей. 5 мальчиков, 5 девочек. Отец с фронта без руки. И они нас приучили работать. Мы всегда работали. А рабочему Господь дает и аппетит, и здоровье, и все. Я понял, понял. Мне не давали работать. Я прорабом работал. Я верующий. Меня везде гнали. Да я 40 лет пещи ложил. Пещи, которые люди отопляются. Да, я понял. Я тоже в частном доме живу. Да. Если я сделаю печь, она теплее, чем обычно. Полторы тонны угля сэкономят. И тепло до самого пола. Ребятишки ползают. И дешевле чуть не в два раза. А где вы живете? Мы, может, к вам приедем, навестим вас. А приехать вы не приедете без разрешения. Надо, чтобы в скайпе зайдите. Скайп, знаешь такое? Ну, да, скайп знаю. В скайпе. Там Игнатий Лапкин. Заряди. И я там вам скину наши ресурсы и отвечу на ваши вопросы. А тот с вами разговаривает, что вы раз, отключились. У вас там товарищи... Нет, я не такой. Я не отключаюсь. Если мне интересно собеседник, то я не буду отключаться. Вам было бы интересно. Дело в общем. Сколько вам лет? Мне 16. Сколько? 16. 16. Ну, вы уже совершеннолетние. А я начальник детского лагеря. Сам образовал его. Был 45 лет и еще 3 года в ином формате. 48 лет. 48. Государство ни рубля не дало. И вы, когда увидите, какие у нас порядки, какой бы вы не были лопоухи, вы будете другим. У нас учатся дети в себе. Я понял. Все. Каждое воскресенье на лодках плавают. Спасибо. Игорь. Еще раз. Наталья. Игорь. То, что я знаю. Продолжение следует...